Ольга Викторовна, на этой неделе Большая делегация Ставропольского края побывала здесь, в Москве, в Совете Федерации Были дни Ставропольского края На ваш взгляд, насколько важно не привозить и показывать все лучшее А вот приезжать и рассказывать о своих проблемах Для того, чтобы, может быть, даже в какой-то степени попросить их решить Вы знаете, о том, как звучит Ставропольский край сегодня на федеральном уровне В Совете Федерации, у нас в стенах Госдумы Честно, за это такая гордость пробивает И очень гордо становится ровным счетом Потому что сегодня все, кто представляет наш край в законодательном органе России В высшем законодательном органе, мы все местные Мы все те, кто начинали, родились на Ставрополе И, конечно, мы знаем все его проблемы Когда говорят край ставропольский, а не ставропольский Когда мы знаем проблемы кавказских минеральных вод Проблемы аграриев, проблемы с замусоренностью территории То есть вот все-все-все для нас это не где-то там, на Северном Кавказе А для нас это вот здесь Поэтому сегодня, как никогда важно, край представлять на федеральном уровне Но еще важнее и привозить к нам большое количество федералов различного уровня Если они будут брать что-то под свой патронат Если они в каких-то моментах будут корректировать какие-то нюансы Выбивать деньги на федеральном уровне Но давать на конкретные объекты в Ставропольском крае Поверьте, будет здорово И край от этого будет жить только лучше Вот вы говорите о том, что очень много внимания уделяется сейчас кавказским минеральным водам Кисловодску Недавно даже премьер-министр страны Дмитрий Анатольевич Медведев Подписал программу развития города Кисловодска Насколько это для нас важно? Вы знаете, кавказские минеральные воды, в частности Кисловодск Они были и 100 лет назад, и 200 И дай бог, чтобы они были через 200, и через 300 И это реально уникальная жемчужина, которой мы должны гордиться И то, что у города-курорта Кисловодска, как говорим условно, так мама города-курорта Это Валентина Меенко, то есть спикер Совета Федерации Которая взяла под личный патронаж под город И практически участвует в каждой федеральной программе Лично выбивая и закладывая на нее деньги Это здорово И дай бог, чтобы такие кураторы были фактически у всех городов Кавминвод Тогда реально мы сможем Кавминводы наши не потерять, а на самом деле сохранить Что сегодня важно? Важно, чтобы тот документ, та программа, которая подписана председателем правительства Дмитрием Медведевым Не осталась просто бумагой Чтобы деньги были заложены, чтобы все реализовывалось Чтобы мы смотрели, что у нас озером Тамбукан Чтобы мы реально смотрели на наши водосбросы, водостоки, замусоренность Чтобы все те пункты программы не стали просто прописаны на бумаге Они стали реальными в исполнении И здесь очень много ляжет на местных краевых депутатов, на федеральных депутатов Потому что сегодня этой программе нужно придать ноги Зайти во все органы власти Извините за непарламентское выражение, но вынести мозг многим чиновникам Доказывание, что это важно и нужно Ну и более того, я хочу сказать, что очень много лет мы говорим о законе о Кавказских минеральных водах Мы видим разные версии, мы видим противопостояние общественников Сегодня, как председатель комитета по экологии, который очень много сейчас внимания будет уделять этому направлению Могу сказать только одно Без массового, публичного обсуждения каждой нормы закона Мы не примем ни один законодательный акт, который касается нашего уникального курорта И Кисловодска, и в целом Кавказских минеральных вод И здесь очень сильно вырастет роль общественников Сегодня они просто кричат, сегодня они просто пишут письма Вот моя задача в целом и всей нашей команды, а мы все шестеро здесь единороссов, все местные Многие из них даже родились на Кавказских минеральных водах Вот наша прямая сегодня задача сделать так, чтобы все были услышаны Вот вы заговорили о деньгах, да, перейдем к обращению президента к Совету Федерации 20 миллиардов рублей будут направлены на благоустройство городов Вот какой ломоть от этих денег, отправиться на Ставрополь, известно ли уже и как сделать, чтобы этих денег было больше? Вы знаете, уже есть точная цифра, из федерального бюджета нам придет 609 миллионов Мы должны порядка 40 миллионов доложить еще своих денег То есть такая весомая цифра, которая реально сегодня пойдет на то, чтобы мы могли благоустраивать наши крупные города И мелкие в том числе Более того, еще и строить скверы и парки Потому что это сегодня та тема, о которой мы, казалось бы, забыли, но она крайне важна У нас нет места отдыха наших горожан в разных территориях Что важно на сегодня и что нужно сделать? Президент четко и явно сказал, проконсультируйтесь с людьми Нам нужно, чтобы каждая копейка, которая придет, была потрачена по назначению Если это дороги, если это бордюры, если это посадка деревьев Мы должны это все четко посмотреть, за какие деньги, кто это делает И я надеюсь, что все жители Ставропольского края, все жители дворов, которые захотят принять участие в этой программе Они должны тоже показать, что мы хотим не просто ремонт в своем дворе А мы готовы этому содействовать, выходить на митинги, убирать, контролировать Сегодня вот эти 20 миллиардов, они выделяются не просто так То есть куда мэр захочет или куда уткнет пальцем Или где чей-то родственник будет проживать Сегодня мы хотим увидеть отдачу от людей Если они скажут, давайте озеленим, заасфальтируем дорогу, поставим детскую площадку Мы за это будем отвечать И более того, мы сами выйдем и благоустроим свои дворы Вот только в эти дворы сегодня придут эти деньги Поэтому сегодня советую всем жителям Ставропольского края, активным жителям Теребить старших домов, выходить сами на собрание домов и говорить Мы хотим, чтобы деньги пришли именно в наш двор Вот эти 20 миллиардов конкретно даются на направление Когда мы воспитываем собственников в жильцах Почему это важно сегодня? Потому что мы огромное количество ставили детских площадок Потому что мы сегодня делали все на свете Но ровно через полгода в детской площадке не было песка Были оторваны детские качели И сегодня без понимания, что мы собственники Мы выходим весной, красим деревья Мы не даем спиливать наши деревья, если вдруг кому-то нужно из местных коммерсантов А когда мы собственники и мы участвуем в этом процессе Только в этом случае мы будем давать конкретные деньги Еще один из запросов, поднятых президентом Это доступность медицины То есть там электронная запись и так далее Нужно, чтобы было куда записываться Я знаю, что вы держите руку на пульсе при строительстве поликлиники В юго-западном районе Ставрополя На каком этапе сейчас ее строительство? Вот сегодня это тема, которая касается каждого Мы все ходим в поликлиники, мы все ходим в больницы И сегодня я с гордостью могу сказать, что спустя 5 лет Как я депутат Государственной Думы, у нас реально есть практически готовый поликлинический объект В юго-западном районе Ставрополя Шестиэтажная, со станцией скорой помощи, с трампунктом Знаете, я когда приехала, увидела, что я начинала делать, будучи еще девчонкой, журналистом И что сегодня это огромная махина для жителей юго-западного района Ставрополя Не верится самой У нас действительно не хватало денег на оборудование И фактически стоял вопрос о консервации поликлиники на этот год Но сегодня есть все договоренности и 380 миллионов нам дали федералы Сегодня мы четко хотим проконтролировать, чтобы это было современное оборудование по реальным ценам Ну а знаете, в целом, когда президент сказал, что давайте, что даже в самую дальнюю маленькую сельскую поликлинику В фельдшерский пункт придут технологии Что можно будет получать консультацию юриста по электронным вещам Что не надо записываться на прием к талончику через 3 недели к врачу То есть мне талончик дает через 3 недели, это просто бред Вот это все сегодня мы должны разгрузить Вот юго-западный мы разгрузим тем, Ставрополь, я сейчас говорю, район Мы разгрузим тем, что сегодня действительно придет новый объект Дай бог, чтобы мы его запустили в этом году И действительно это будет колоссальная разгрузка Тысяча посещений в день Вы сегодня представляете, что происходит в той поликлинике, которая перегружена в 6 раз Шестая взрослая и третья детская Но не менее важно сегодня вообще и мы как ОНФ, и мы как депутаты держим это на контроле Сегодня очень важно, за какие деньги покупаются лекарства Сегодня нам очень важно, какое ставится оборудование Старое, оно новое, оно купленное в лизинг или это суперсовременное Очень хочется, чтобы все то, что покупалось, были врачи, которые могли это использовать Потому что когда нам вдруг рассказывают Вы знаете, там что-то поставили, нет ни одного специалиста, который может на этом работать Это не лечение Поэтому сегодня это не просто на контроле, а это на обоюдном контроле Кстати, мы обращаемся ко всем жителям Ставропольского края У каждой поликлиники есть свой сайт Понятно, что если ты живешь в сельском районе, очень сложно поставить какую-то оценку Но тем не менее, президент настаивает на независимой оценке качества Мы хотим, чтобы каждый пациент, выходя из больницы или поликлиники, давал свою оценку Он говорил, я ждал талонщика больше двух часов в очереди А талончик мне дали через три недели То есть мы хотим вот это все зафиксировать, чтобы подстегнуть врачей, в том числе Не лукавить цифрами статистики, не приписывать их себе, не привирать А чтобы они реально работали И еще один вопрос, в решении которого вы принимаете непосредственное участие Президент опять же обратился, рассказал о большом количестве свалок Несанкционированных свалок Вот насколько велика эта проблема у нас на Ставрополье Ну, в частности, про свалки Мы с 1 января 2017 года, то есть несколько недель назад, должны были перейти на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами Что это такое? У нас у каждого в платежке должна была появиться четкая строчка Сколько я плачу за вывоз мусора А главное, у мусора должен был появиться оператор То есть единственный хозяин в крае мусора То есть он вывозит, он утилизирует Но, когда мы увидели, что тарифы могут вырасти в 40 раз Конечно, мы как законодатели страны эту реформу блокировали временно Но, с другой стороны, мы не снимаем вопрос с контроля Да, люди должны платить те же деньги, которые платили сегодня Но тема колоссальная Но представьте, вот тем, кто курит Сигарета с фильтром разлагается 12 лет Из-за фильтра, маленького такого фильтра Один пластиковый пакет разлагается 300 лет И у нас практически все замусорено И сегодня, когда мы говорим о том, что в стране 2000 свалок Это говорят чиновники А мы как общественники говорим о том, что их 20 тысяч Конечно, мы понимаем, что это колоссальная проблема И задача сегодня не просто свалку взять Из одного места перенести в другое Потому что, ну хорошо, дерево подлежит переработке Бумага перерабатывается Пластик не перерабатывается Батарейки не перерабатываются Есть территории, где нужно мусор просто вывозить То есть, знаете, это колоссальная проблема Потому что через несколько лет мы сможем просто по уши проснуться в мусоре Так вот, сегодня, в самое ближайшее время Мы запускаем проект Такую интерактивную карту свалок Где мы призываем все население Ставропольского края, России Оставлять свои сообщения Мы хотим, чтобы минимальные какие-то свалки Когда замусорены полисадники Или где-то лесополоса Мы убирали все вместе Выходили на субботники Потому что на каждого, поверьте, мэра Не найдется, чтобы он пришел сам с граблями и лопатой И сам убрал То есть, мы должны все помогать Это мусор не откуда-то сам пришел Его кто-то принес, и это сделали люди А в более крупных объемах, конечно, мы будем помогать нашим территориям Пытаться их заложить в федеральные программы Есть такая свалка в Петровском районе Я знаю, что она сегодня по решению прокуратуры По санкциям она была закрыта То есть, это огромный объем И там, по-моему, требуется порядка 80 миллионов рублей Конечно, ни один город, ни один маленький населенный пункт этого не потянет Но то, что тема важная И мы будем решать ее на всех законодательных уровнях На любых Начиная с раздельного сбора мусора Если даже сегодня каждый из нас отложит отдельно бумагу Поверьте, мусор сократится на 40% Это тоже важная тема Поэтому направлений много Мы призываем всех жителей Ставрополя к этой теме подключаться Знаете, почему? Потому что просто хочется выйти во двор Сесть на лавочку и не увидеть кучу мусора Хочется пойти гулять в парк И понять, что там не свалка А там действительно можно прийти и погулять с детьми То есть просто потому, что мы все в ответственности за то, что находится вокруг нас Ну а тем много Они очень глобальные Знаете, когда президент говорил о том, что тема эта очень криминальная Что даже он не смог остановить свалку в Подмосковье, пока сам не вез войска Не вел войска, это звучало на форуме Всероссийского народного фронта О том, что на нас в том числе, знаете, такой оказывается некий лоббизм в принятии законодательных инициатив Это, конечно, есть, это будет Потому что мусор, это, конечно, колоссальные деньги Он будет, есть и был всегда И вот наша задача научиться им правильно распоряжаться И, коль скоро я представляю Ставропольский край Конечно, нам в первую очередь нужно привести в порядок Аказские минеральные воды Это наша жемчужина, в которой тоже немало свалок, поверьте, санкционированных и разных Ну а с другой стороны хочется, чтобы каждый населенный холд Ставрополь, Ленивинка, Михайловска, любое село Чтобы действительно у нас люди выкидывали мусор не в ближайшей лесополосе А туда, где это нужно, где это переработается Потому что другого пути, к сожалению, сегодня у нас нет Ну и, наверное, последний вопрос Нам проще, мы с вами коллеги, нам проще вас найти А как вот обычный житель Ставропольского края может достучаться до депутата Государственной Думы? У нас в Государственной Думе шестеро депутатов Ольга Тимофеева, Ольга Казакова, Елена Бондаренко, Михаил Кузьмин, Александр Ищенко, Алексей Лавриненко Мы такая мощная команда местных единороссов Понятно, что невозможно приехать во все районы Невозможно побывать в каждом населенном пункте Сегодня, потому что есть несколько дней региональной недели Но в каждом населенном пункте есть приемная Единая Россия Если кричащий вопрос, когда катастрофа Когда действительно нужна помощь и вмешательство депутатов Вы верите своему депутату Из тех вот перечисленных, кому я сказала Идите в приемные, оставляйте прямые документы для нас Но, знаете как, нужны, конечно, не столько эмоции, сколько документы Чтобы мы поразбирались, привлекли юристов В этом смысле мы находимся На площади Ленина, в Доме книги У нас есть общественная приемная Где присутствуют всегда наши помощники Это для тех, кто живет в Ставрополе Или кто бывает в Ставрополе Потому что сегодня, несмотря на то, что нам говорят Мы вчера вас видели по телевизору Или вы где-то там в Москве А вот мы маленькая, к примеру, я не знаю, станица Тимешбекская Или мы вот здесь, в маленьком населенном пункте И ведь до вас не докричишься Наша главная задача помочь Ставрополье И помочь всем ее жителям И здесь, знаете, честно, с гордостью всегда говорю Что я житель Ставропольского края За который я любыми способами Любыми моментами лоббирования буду бороться Как боролась, так и в планов громадье Чтобы действительно чуть-чуть менять жизнь Ставропольского Большое спасибо, Ольга Викторовна И большое спасибо, что нашли время на то Чтобы побеседовать с нами в перерыве Между заседаниями Государственной Думы Это была Ольга Викторовна Тимофеева Мы с вами прощаемся Оставайтесь на своем ТВ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok